Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Ховата Левовод «Сердечные обязанности» Арбейну Бахе. У нас идет 87 занятие. По-видимому, мы завершаем Божьей помощью «Врата четвертые», «Врата упования», как мы говорили, что это центральная тема. Упование – это тот самый плод, который наша вера, наше служение должно породить. И в последней главе, в которой мы с вами находимся, подводит Арбейну Бахе итог всему, что мы говорим. Начинает он этот последний раздел, седьмой раздел анализом, что может мешать человеку полагаться на Всевышнего. Напомню, в одном слове только. «А, если бы человек мог только понять и осознать то самое милосердие Творца, любовь Его к нам, всесилие, которое у Него есть, естественно, что мы тогда и во всем полагались бы на Него. Ах, если бы человек мог понять, что не та самая причина, которую мы понимаем перед носом находится, она та, которая привела нас в то положение, в которое то ли мы довольны, то ли недовольны, а за этим кроется причина причин, еще бы больше бы наша сила бы, упование бы, еще больше усилилось бы». Сейчас приходит Рабейн Убахья и подводит итог. Мы с вами должны сейчас подвести итог. Это очень-очень важная тема сейчас. Итог, общий итог. В принципе, сейчас он определит, что значит быть человеком, уповающим на Всевышнего. Более того, он определит ступени, этапы, на которые можно подниматься в развитии упования на Всевышнего. И, соответственно, каждый может найти себя в той или иной ступени. Для чего? Чтобы знать, куда подниматься. Знать истинное свое положение. Тут и дальше подниматься на один этап. Говорит он так. «В общем, человек тем более полагается на Бога, чем больше знает о Нем, чем больше он верит в защиту Его и в великую заботу благо о Нем». Это общая фраза. Мы сейчас ее будем расшифровывать. Он будет ее расшифровывать более подробно. Давайте снова ее скажем. Основная мысль. Основная мысль. Несколько раз повторить. Есть прямая зависимость. Чем больше человек осознает, чем больше он понимает, чем больше углубляется в понимание, насколько Творец Он дает нам, насколько Он любит нас, насколько Он всемогуще все может. Соберите все это вместе. Согласно мере этого и упование на Него. Это формула. Это простая формула. И она выражается снова в самых разных формах. Тут он говорит «непонимание и невежество в божественном». В самом низком уровне – это просто вообще непонимание, вообще невежество. Над этим есть понимание, но на низком уровне приблизительно есть. Еще больше понимания, еще больше понимания. Мы на эту тему говорили все занятия. Не знаю, если обратили внимание. Все, что было тут сказано, это чтобы развить в человеке осознание, понимание величия Творца, его всемогущество, его любовь к нам, его желание дать нам добро. Но соберем все вместе. Кто тут я вообще? Естественно, что во всем можно полагаться на Всевышнего. То есть, в какой степени мы будем понимать, осознавать разумом, его желание дать нам, заботиться о нас, о нашем благе, в такой степени и будет мое упование на Него. Это колоссальная работа. Если кто-то думает, что это достаточно послушать наших занятий, или время от времени, чтобы эта мысль пришла, после того, как приходит, она тут же уходит, ошибается. Это колоссальный труд. То есть, когда мы говорим о том, что есть такое понятие, амаль, труд, кроме того, что есть понятие, это труд старания в учебе Торы, сам по себе, есть и в приобретении основных этих религиозных качеств упования. это тоже огромный труд. Огромный труд. Вера – это огромный труд. Люди думают, что вера – это для таких людей пустых, которые сами мнение ничего не имеют, полагается на других. Вообще не в ту сторону. Вера – это колоссальный труд. Это рациональное осознание всей реальности. Еще раз, еще раз во всех ее проявлениях, во всех деталях, чтобы ясно стало и прояснилось о том, что Творец управляет этими, что Он заботится о нас, что Он любит нас, что все зло, которое мы думаем, что зло, как мы дальше, это не зло, на самом деле, это истинное добро, которое Он желает нам. Сейчас Он начинает постепенный анализ. То есть, мы сказали с вами основную мысль, то есть, Он сказал общее определение, общее определение, прямую зависимость, формула. Чем больше осознание, чем больше мы разумом понимаем величие Всевышнего, Его любовь к нам, Его всесилие, тем больше у нас будет упование на Всевышнего. Давайте теперь разберем это детально. Говорит так. Ребенок. Вначале мы с вами все тут, мы взрослые люди, но мы были когда-то маленькими детьми, совсем маленькими, грудными, так их называют. Он говорит, грудной ребенок, на кого он упывает? На материнскую грудь. В его разуме даже мамы не существует. А есть источник питания, который только он откроет рот, вааа, и тут же вот, вот этот источник питания, есть у него, и такая вот соска, которая вот из нее выходит, поведен, очень вкусная для него питательная пища. Ребенок в начале своей жизни возлагает упование на материнскую грудь. Как сказано в книге Тилем, и упование моим сделал грудь матери моей. Это для тех, кто только родился. Вообще нет разума. А когда укрепится его разум, чуть подрастет, переносит упование свое на маму, на мать, столь заботливую к нему. Он уже понимает, что это не грудь, это мама. Это все вместе, это мама. Плюс еще, он есть источник питания для него. Это уже более осознанное понимание, кто дает тебе добро. Обратите внимание, уже даже на этом уровне есть уже от грудного ребенка к трехлетнему пацану есть уже разница, он тут уже понимает. Это грудь, а это мама. Это уже продвижение. Когда его разум укрепляется еще более, и он видит руководящую роль отца в отношении между родителями, предположим, что это так, в наше время это может быть, кстати, наоборот, он переносит свое упование на отца, способного дать ему лучшую защиту, чем мать. И действительно, даже в наше время мама хорошо, мама кормит, но мама уже, что называется, в кармане. А папа, папа это, папа на улице, там, где опасности, там кто-то угрожает, это мой папа сильный, папа то, мама, папа защитит. То есть, он полагает теперь о том, что в системе жизненной, которая вертится вся вокруг него, тот, который дает ему добро, кто это, это уже папа. Это еще понятие, еще на один уровень. Когда же укрепится его тело, и он станет способным обеспечить себя, занимаясь ремеслом, торговлей, или чем-то иным, он начинает полагаться на свою силу и ловкость из-за непонимания того, какое великое добро делал ему Бог до этого. Безголовный. То есть, он видит, как мы тут, как предупреждал Нарбейну Бахе, то, что перед своим носом. Была грудь, потом была мама, потом папа, а потом, а я сам уже могу, а я тоже взрослый. Я тоже что-то понимаю, сейчас сам заработаю, добьюсь, построю, обеспечу себя. Вот. 20 лет, даже если 20-25 лет, ну, по-видимому, тот уровень разума, который каждый хочет себя осуществить, называть, хочется реализовать, называть, реализовать. Что-то такое. Я, я, я добьюсь, я это сделаю. Посередине этого уже вставляет Робейну Бахе интересный рассказ. Говорит он так, рассказывает об одном праведном человеке, у которого был сосед, Сойфер, высокой квалификации, который кормился этим ромеслом. Сойфер этот, Сойфер Стан, это тот, который пишет Тору, Мезузот, Филин. И спросил его однажды этот человек, «Как твои дела?» Поинтересовался. Тот ответил, «А, Барухаше, у меня все хорошо, у меня все хорошо, пока моя рука цела». Почему? Потому что вся его парноса, она зависит от чего? От его руки. Насколько он умело пишет, настолько он и зарабатывает. вечером того же дня он потерял руку и не мог писать ей до конца своей дне. Это было ему наказанием от Бога, благословенного, за то, что он полагался на свою руку. По-видимому, с нами такое не произойдет. Мы люди не столь значительные, чтобы с нами сделать такое очевидное чудо, то есть проявление Ашгахи, проявление провидения Всевышнего. Это был очень важный человек, чтобы прям так на месте наказания получить. Он находился там очень-очень высоко. Так или иначе, что мы видим? Для чего он ставил тут этот пример? В том, что, как уже много говорили до этого, снова много-много, знаете, эти 20-летние, 25-летние полные силы, уверенности молодые люди о том, что я построю, я добьюсь. Это мой разум, это моя сила, моя энергия, моя смекалка. Вот видите, так сказать, тот, кто надеется на себя. Осторожно. Осторожно. Мы уже разобрали массу примеров, когда люди надеялись на себя и все потеряли. Причем можно потерять в один момент, быть очень богатым. Потом вдруг много естественных причин, которые приведут человека к тому, что он это богатство потеряет. Был здоровым. В одну секунду он может оказаться инвалидом. Человек может только мечтать, но в жизни осуществляется, как он сам знает, что-то другое. То есть, предупреждает уже тут Рабейну Бахи, говорит, обожите, 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 только вы помните. Мы разбираем ступень за ступень, но знаете же, что с этим уже кроется большая опасность. Как только мы не дай Бог еще скажем о том, что это я, я не знаю, вообще заберу даже то, что я сам могу. Известно из нашей еврейской истории, надеюсь, вы знаете эту историю про Барковбу, который был Гебор, Мирхама, он был боец, очень сильный, крепкий, настоящий воин, который никто не мог победить, который побеждал один за другим войско, который очень крепкий, крепкую армию римскую, которая была по тем временам самая передовая. Но в каком-то этапе он сказал, как бы обращаясь к Богу, смотри, у меня я человек сильный, я знаю, что ты мне можешь помогать, но давай договоримся. Я, ты мне не помогай, а я тебе это сказать, ты мне главное не мешай, я буду сказать воевать, а ты мне главное не мешай. Как только он это сказал, вся его сила в один момент прекратилась простым укусом змеи. Его никто не смог победить. Ну, змея тихо подползла во сне, укусила, не проснулся утром. Есть уровень, как мы говорим, уровень за уровень. Давайте пойдем дальше. В принципе, этот пример, он стоит отдельно. давайте снова напомним. Есть уровень только новорожденного. Он упывает и понимает о том, что тот, кто заботится о нем, это мамина грудь. Потом понимает, что это не только источник этого питания, а мама в целом. Потом понимает, что это папа на самом деле. А потом понимает о том, что, в принципе, я могу уже сам заботиться о себе. То есть, вопрос центральный, который тут стоит, это вопрос, что мне хорошо. Это вопрос, который каждый спрашивает сознательно, бессознательно. Что мне хорошо? Человек решает, вот видите, что мне хорошо. Я могу сам этого добиться. Работаю моим умом, моей силой. Теперь следующий этап. А если человек получает свое пропитание у других людей, то он возлагает на них свое упование и полагается на них. Естественно, что когда он уже молодой человек устроился на работу, то он очевидно понимает о том, что если он получает зарплату, то зарплата она заходит к нему на счет от его работодателя. Значит, он полагается на кого? На успех этой фирмы. Поэтому люди очень хотят работать в успешных фирмах, крепких, которые... Есть в этом что-то, чтобы никто не подумал, что это не надо делать. А к тому, что он полагает, что успех фирмы, ее финансовая баланс, ее финансовая устойчивость, она та, которая определит его уровень экономический. Если вы уже вспомнили, тут есть израильская фирма, которая всего лишь по-моему, год или полтора назад считалась одной из самых успешных и как метеор развивающихся. Тева называется. Один знакомый там работал, он считал себе, что он вообще в раю, просто в раю. Зарплата росла, какие-то бонусы давали, какие-то престижные места, все, только Тева, это только Тева. Ну, Тева, Тева. Сейчас его уволили. Проработал там много лет. Уволили. Понадеялся на это. А если человек получает свое пропитание других людей, возлагает на них упование, полагается на них то, что под его носом. Тева платит, фирма платит, значит, это вот они, те, которые меня содержат, вот добро от них идет. Но когда его разум укрепляется еще более, и он видит, что эти люди сами не всесильные нуждаются в милости Творца Богословенного, как те самые богачи, которые богачи, как это слово, а люди, которые являются хозяевами этой фирмы, давайте с ними поговорим. Они тоже не спят. Они же точно уже знают о том, что сегодня они наверху, завтра они могут оказаться внизу. Они же точно знают о том, что это в мире экономики все меняется буквально в течение, может поменяться в течение нескольких месяцев, чуть ли не. Я не говорю лет. Были огромные фирмы. Помните, была фирма Кодек? Кто-то помнит это? Это была огромная фирма, которая выпускала фильмы. Помните, было это целое-целое фотоаппарат, и была целая индустрия невероятная. Где-то, где-то, где-то есть. Ее нету. Все, исчезло. Еще поменялась технология. Все, нет ничего. то есть, они сами, те, которые там наверху, которые директора, не знали ли, владельцы, хозяева, вдруг он начинает понимать, секундочку, я полагаюся на них. Но я их увидел, они дрожат. Так я, что на них-то полагаться, они сами на себя не надеются. Так я буду надеяться на них. они не всесильны. Они сами нуждаются в милости Творца Благословенного. Ну, тогда, может быть, он говорит, переносит свое упование на него и полагается на него в тех делах, над которыми у него самого нет никакой власти. И не может он сделать ничего другого, как полагается на решении Творца. В таких делах теперь он, он, теперь, что он сейчас хочет сказать. Давайте прочтем и это объясним. Это уже очень существенно рассказать, как у нас может разумиться постепенно наш уровень упования на Всевышнего. Но, когда его разум укрепляется еще более, и он видит, что эти люди сами не все сильны и нуждаются в милости Творца Благословенного, он переносит свое упование на него и полагается на него в тех делах, над которыми у него самого нет никакой власти. И не может он сделать ничего другого, как полагается на решение Творца в таких делах, как дожди, которые должны расти, засеянные им поля, мореплавание, путешествие в пустыне, лишенной воды, наводнение, мор, скота и тому подобное. это нужно, что называется прозреть или созреть, назовите это поумнеть, может быть, это приходит с возрастом, а может и более в ранний период. люди живут по инерции, заняты самим собой, своими желаниями, своим эго, своими видами, своими потребностями, которые они вообще голованию дают. Бери, простая психология, люди хотят получить, насладиться, не думают. Предположим, теперь люди думают. Ну, так как произойдет у них вообще этот процесс, как они могут прийти к этому уровню, который называют упование. Он говорит, постепенно, смотрите, вы же понимаете, что для ребенка маленького это только мамина грудь, потом идет сама мама, потом идет папа, а потом идет я сам, а потом он понимает, секундочку, я сейчас работаю на него, значит, это он, это вот эта фирма, вот этот хозяин. А потом вдруг смотрит этого хозяина, вообще-то он должен сказать, это хозяин был, потом сам он боится всего. Вдруг начинает понимать, секундочку, так идем по порядку, значит, есть еще кто-то больше, который все это обеспечивает, которого нужно бояться и от которого, на которого нужно уповать. И вдруг на каком-то этапе он вдруг понимает, секундочку, что жизнь моя, она только, она ограничивается моим материальным положением, а что с войнами, а что с наводнениями, стихийными бедствиями, с мором, с какими-то эпидемиями, что с этим? я так уверен, что я буду жить завтра. На кого тут надеяться? Постепенно доходят у людей, постепенно, постепенно. Наша цивилизация, как она построена? Это же просто уму непостижимо. Миллионы умнейших людей, миллионы, миллионы, и ученые, инженера, чем они занимаются? Чем они занимаются? Всего лишь, чтобы сделать нашу жизнь более удобной, комфортабельной, сытной, и еще одно важное дело, более безопасной. Простите внимание. Есть гениальные люди, чем вы работаете? Смотрите, мы вот разрабатываем невероятно сложные алгоритмы математические. Вот видите экран? Он будет четче. Он будет более четкое изображение. Уже второй год работают над этим. «А вы на чем работаете?» Он ведущий ученый. Смотрите, если до конца удастся, все наши новые исследования, новая модель, которую мы сейчас построили, самолет будет лететь на 28 километров в час быстрее, чем другие его конкуренты. И более экономично. плюс вся цивилизация работает. раньше самолеты были ненадежны, они сейчас гораздо более надежны. Раньше компьютеры выкупили, он сразу ломался или ломался через какое-то время. Сейчас смотришь, работает долгое время. Ломается, но оно уже не так, как было. Раньше подключился, а потом смотришь, сейчас смотри, подключился и вроде работает. То есть все надежность называется. Цивилизация работает, чтобы было удобно, убило. Все то, что для Ецерара хочет, он добивается. Так оно все, 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 все получает. Цивилизация хочет надежности, хочет безопасности, хочет, чтобы жизнь мне никто не угрожал. Поэтому дома строят такие более крепкие. На случае, так сказать, будет сильный ветер, так чтобы не сдуло. даже есть специальные госты по как строить сейчас дома против землетрясения. Это пока его нет. но вот сейчас дом должен продержаться. Люди, конечно, ничего не хотят. Они хотят обезопасить свою жизнь всеми путями, которые только есть. Правильно делают. Но они при этом на кого полагаются? На себя. Но если бы человек только чуть-чуть раскинул бы снова мозгами, чуть-чуть смотрелся, он поймет о том, что от всего не уберечься. Только сделал себе атомное бомбоубежище, дом по последнему слову науки и техники, так сказать, против землетрясения. все-все-все очень хорошо. Это все было на берегу моря. Цунами. Он не думал, не знал. Он туда забрался внутрь, и там его и залило. То есть все было приготовлено против землетрясения, против атомной бомбы, против всего. Залило. Что делать? А другое, значит, это себя обезопасило от того, чтобы залило и повыше, ну, чуть повыше не заливает, потому что волна, если она пойдет, то у нас тоже до определенного уровня. Уже известно, сколько там на более высокое. Вот давай сейчас построим. Отлично, построил высокое. Туда цунами не дойдет. Было землетрясение. Высокая башня. Все снова свалилось вместе с ним. Я уже не говорю про все остальное, что каждый, кто имеет дело с сложными системами, он всегда учитывает элемент случайности. это прекрасно знают все, которые там занимаются в армии. Все разработано до последних деталей, вся операция, но элемент случайности он может все перевернуть в одну секунду. Самые такие метухкамими, есть воры такие, очень интеллигентные, разрабатывают точно, как они возьмут этот банк. все отлично разработано, но все может быть случайным обстоятельством, которое просто кто-то задержался или кто-то приехал не вовремя и кому-то там почесалку, и все, весь план разрушен. Вы начинаете понимать, что есть что-то, нечто, какой-то рок, они называют это какие-то обстоятельства, какие-то случайности, называют каких угодно. Но факт потому, что есть что-то сверху, что-то выше этого. Это когда постепенно человек понимает, но тогда если он начинает думать, откуда это может прийти, если он не атеист, что он называется по основе своей, то он понимает, что все добро, которое приходит к человеку, надо искать причину еще выше, еще выше, еще выше. Мы говорили, проблема, что он видит все, что под носом, видит только первую причину. А постепенно начинает понимать, что на самом деле благо приходит из причин и причин. мама, папа, я работодатель, а потом смотрит, а, ну, всем этим есть один единый хозяин. Ну, это мы с вами посередине. Продолжает он говорит, когда же понимание человека, человеком божественного возрастает еще более. он полагается на Творца так же и в тех делах, где уже в его власти повлиять в какой-то мере на успех своими усилиями и смекалкой, как, например, в добывании пропитания на работах опасных или физически тяжелых. И он оставит эти пути, полагаясь на то, что Бог прокормит его посредством более легких занятий. Когда же его понимание укрепится еще более, он начнет полагаться на Бога на всех своих путях, как тяжелых, так и легких. И тогда, идя ими, он будет направлять свою мысль на служение Богу и исполнение его заповедей. Вот он, переворот. Видим, ступень за ступень. Вначале человек вообще, это сказать, далек, то, что под носом, это причина, та причина, нет, это, потом понимает, что есть что-то в целом. А на ком-то этапе начинает понимать о том, что, секундочку, так это Бог управляет всем. А если Он управляет всем, почему я должен заниматься такой сложной работой, такой тяжелой, которая не дает мне мое духовное развитие, например, ведем такой пример, видимо, это имеется в виду, то есть, например, в наше время. Человек работает в месте, где, скажем так, нескромное окружение со всех точек зрения. Почему ты там работаешь? Ну, смотрите, у меня другого выхода нету, там есть единственное место работы, я не могу, почему ты не молишься, они просят, чтобы тебе нашли другую работу, ведь если ты упываешь на Всевышнем, значит добро не нарушает законы Торы, а работа в другом месте. Как ты нашел эту работу, найдешь другую работу, место, где, так сказать, более подходящее для человека религиозного. То есть, на каком-то этапе тогда человек начинает говорить, секундочку, да, так я даже и в таких вещах я уже могу уже тогда, тогда, поменять место работы, да, как мне дали эту работу, так это, о, это уже, это уже влияние, чего, упование. Смотрите, что тут происходит. Снова. Есть этап, когда человек только, только приблизительно начинает понимать, изознавать, что вообще такое существует. Совершенно другое, когда он это сознает до такой степени, что это начинает влиять на его мысли, на его поступки. О, к этому все идет. Кажется, что он начинает понимать о том, что, секундочку, если все зависит от Всевышнего, то, по-видимому, если эта работа, она неугодна ему, значит, найдется другая работа. Как тут он сказано. Также, когда же понимание человека божественного возрастет еще более, он полагается на Творца также в тех делах, где уже в его власти повлиять в какой-то мере на успех своими усилиями, смекалкой, как, например, в добывании пропитания на работах опасных или физически тяжелых. В те времена, скажем, пример нескромности, это не был пример, а был пример, когда была работа очень тяжелая, очень опасная, и человек вообще не мог никакого духовного развития осуществить. Не мог. Ну, так, тогда что? И он оставит эти пути. О, значит, уже осознание, понимание божественного, оно поможет ему сделать практический шаг в жизни, оставить эти пути, полагаясь на то, что Бог прокормит его посредством более легкого занятия, в более скромном месте. Когда же его понимание, теперь, это один уровень, еще один уровень, когда же его понимание укрепится еще более, он начнет полагаться на Бога на всех своих путях, как тяжелых, так и легких, и тогда, идя ими, он будет направлять свою мысль на служение Богу и исполнять его заповеди. О, тут уже вообще уровень, уровень гораздо более высокий, когда действительно человек уже доходит до такой ступени осознания божественного, что, ну, он всю свою жизнь начинает, 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 мы еще до конца не добрались, начинает подчинять воле Всевышнему. Что это значит? Это значит о том, что в принципе, у меня есть понимание, что мне хорошо, но, скорее всего, Бог понимает лучше, чем я, и хотя я понимаю не хуже, я же знаю, но это для меня, тем не менее, я готов принять то, что мне уготовил сам Всевышний. Это уровень, очень высокий уровень. Это уровень, когда в нашей жизни мы начинаем полагаться на то, что нам послали, а не то, что нам сильно хочется. А ну давайте только пройдем, сейчас мы снова это соберем все вместе, а когда его понимание укрепится еще более того, обратите внимание, еще одна ступень, по великой милости Творца к своим творениям, он будет с желанием принимать все то, что решит о нем Бог, сердцем своими устами, во внешних проявлениях и в глубине души, и будет рад всему, что делает ему Бог во всем, что касается жизни и смерти, и бедности, и богатства, здоровые болезни, и не станет возделать ни к чему, кроме того, что избрал для него Бог, и не пожелает ничего, кроме того, что желает для него Бог. Он предает себя и душу свою и тело на его суд. Он не станет отдавать предпочтение одному из дел, связанных с добыванием пропитания, другому полагает, что оно на самом деле и что оно само по себе, а не помощь Бога, может принести успех. В делах этого мира он не пожелает для себя ничего другого, кроме того, что есть у него сейчас. Как сказал один из тех, кто по-настоящему полагается на Бога, не было еще, чтобы я вставал утром и пожелал чего-либо иного. Давайте тут остановимся, потому что следующая ступень это уже, скорее всего, уже не для нас, а тут уже хоть какая-то цель, какой-то эталон, который где-то там должен для нас светиться. Что он тут говорит? Тут, в принципе, он описывает истины, уровень упования, такой, который, ну вот, по крайней мере, должен быть нам понятен. люди, вот вокруг, как вы думаете, люди довольны или недовольны? Кого вы больше видите вокруг людей? Каких? Довольных? Люди в основном недовольны, верно? Все время что-то не хватает. Все время что-то не удовлетворено. Я фема. Теперь. Если это люди атеисты, то и спроса нет. Живите как хотите, вы строите себе жизнь, какая вам разница? Представьте, что это люди религиозные, и они недовольны. В принципе, это называется койфер. это... Ересь. Это... Ой, слово ересь. Назовите их другими именами. Это такое более-более сказать. Это люди. Нарушение основных принципов. Они нарушают основные принципы веры. Это как будто они считают, что Бог не управляет этим миром. Почему вы недовольны? Чем вы недовольны? Своей участью? А ну вот смотрите, это вопрос центральный. Это центральный-центральный вопрос вообще всей нашей жизни. Почему все вертится вокруг этого? Человек полагает, он полагает, что он знает, что хорошо ему. Ну скажите, кто-то тут не считает, что... то, что... хорошо... Ну кто может знать лучше, чем я сам себе? А, давайте, теперь давайте спросим. Ну хорошо. Вы знаете лучше, что вам хорошо? Ну расскажите, что вам хорошо. Расскажите. Ну смотрите, так, давайте начнем с квартиры. Квартира? Не-не-не-не-не. Надо, естественно, что надо. Там побольше, лучше, лучше месте и так далее. Кто? Не знаю. Жена? Да, жена, да. Тут большой вопрос, большой вопрос, надо что-то решать. Люди не удовлетворены, недовольны. Мужем, неважно, жена, мужем, сказать, Скуда у меня такие? Явно это не в моей, это не в моей, это в твою породу, это не в моей. Это не в моей. Люди недовольны. Знаете, разочарованы. Такое разочарование, так сказать. Один разочарованный, это сказать, что это дочка, а не сын, а другой сын, а не дочь. Третий, это сказать, не в меня пошел. То есть он на эталон, и в него не пошло. Другое своим положением, мужчины о том, что они не, какую-то амбицию мужскую не осуществили, не реализовали себя, Женщины, что какой-то их фантазию они не осуществили. Они подумали, что они поедут с мужем вот туда, а они поехали в другое место. Она думала, платье будет такое, а было другое. Музыка так, нет, нет, была до нее та. Вообще жизнь должна была быть так, что она, знаете, как я все цитирую, что каждое утро они будут просыпаться, и он будет ей говорить, доброе утро, солнышко. А он и не доброе утро, и не солнышко, и не утром, и не вечером. Из-за этого скандалы все чуть ли не на разуме. Нет, вы понимаете, что люди все время чем-то недовольны. Или просто недовольны, и не зная чем. Или, 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 откуда все это идет? Откуда эта неувитворенность? Откуда все это идет? Почему? Потому что человек думает, что он знает, что ему хорошо. он знает что ему хорошо секундочку а тот который тебя сотворил тебе которые за тебя заботиться он не знает что тебе хорошо на что это подобно вы пришли в аптеку не говорите можно у него того лекарства и того давай рецепт в принципе есть рецепт но этот врач ничего не понимает я знаю я знаю что мне хорошо он что меня знает мы с ним поговорили полторы минуты он смотрел в экран вообще на меня не смотрел выписано лекарство что-то понимает я знаю что мне хорошо давай мне это это и это послушать может быть он и смотрел в экран но у него там смотрел на я из крови смотрел на он тебе выписал все-таки он учился знаю там пять лет семь лет все-таки он как бы больше разбирается в этом а ты по какому признаку хочешь это это а я смотрю ты хочешь там потому что это сироп сладкий верно а тут потому что ты любишь желтый цвет и эти таблетки желтые или такие оранжевые такие красивые тебе нравится эстетика бутылочка нравится этой причине понимаете что человеком происходит он думает что ему будет хорошо вот вот эта жена вот этот дом вот это положение вот этот уровень жизни вот это место работы откуда значит у тебя хорошо ведь ведь все это откуда идет престиж гордость это городе вы простая простого высокомерия человека но заново я круто я такой на это показуха произвести впечатлением а это то что тебе хорошо это тебе хорошо чуть послал своего сына в это место учиться этот не по его уровню он сейчас-то там упадет почему послал только потому что чтобы ты мог сказать а вот ведь мой сын пошел в престижное место то что он там он пропадет тебе это не волны люди думают что они знают что им хорошо снова у нас нет претензий ко всем людям далеким от и торы от еврейской жизни от бога но если искать это причастность секундочку почему вы недовольны вашим положением кто его создал кто вам сюда вот то что есть сейчас вот тут вот вот в этот минут минуту который у нас есть мое состояние здоровья мама мой 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 рост я знаю моя ширина моя сила мою мимо моя семья мой дом кто все это дал кто все это да это не от бога теперь я прихожу и говорю смотри бог ты мне все это дал но я тем не доволен у меня другое мнение я лучше знаю что мне хорошо ну что это такое это не кфира это не это не бунт против самого бога сказал а скажи б наделки пу значит все что у тебя есть это все только самое лучше что у тебя есть что ты думаешь что это плохо знаешь почему это плохо потому что ты построил себе в голове тезу что 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 ты знаешь лучше что тебе хорошо чем кто-то другой чем сам бог я для себя знаю что хорошо а ты знаешь что хорошо для себя в реальности это вообще не осуществляется вот это разница между этими создает себе ощущение вот такого что это не удовлетворенности недовольство получит недовольность своим положением он думал что на положение будет другое а у него вот такое естественно что недовольный кислый раздраженный озлобленный это не религиозный человек человек кипу на себя надел не помню не может такого быть чтобы был и человек и это и это это не идет это не идет вместе или есть бог или не бога решаем если он есть начать от него значит и положение твой это самое лучшее что есть самое лучшее что есть а мы думаем нет но это же зло это плохо вы что не понимаете мне нужна зарплата 20 тысяч они 10 как у меня есть жена ну чуть повыше и чуть потоньше дети поспокойнее вы что не понимаете а все что у меня есть это плохо это не то что я хотел ну страдать несчастный страдать но ты же кайфер ты же ты же ты же бунтуешь сейчас поле и перед самим богом вся проблема что ты думаешь что это зло что это плохо верно думаешь что это плохо ты просто слепец слепой мы бы уже упоминали пример хороший образный слышал от раба брат сказал этот пример вы это на что это подобно подобно слепцу который и идет вместе с поводарем кранского кто-то его круто будет его начинает жаловаться этот слепой чё ты меня ведешь тут мокро потом кого-то начинали смотри тут колючки куда ты меня ведешь потом мы начали жаловаться отчет в гору мы уже идем еще 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 идем когда уже прекратится эта гора ты что дороги не знаешь а что сказать слепому если бы он прозрел то бомбы узрел что это единственная дорога которая ведет к цели нет другой человек пришел в этот мир для чего он пришел для того чтобы прийти в грядущий мир и он хочет выбрать этот путь который приведет его в грядущий мир а у тебя совершенно другая другой план для тебя составили сверху более того помните уже говорили многократно когда спускается душа перед тем как она спускается в этот мир человеку показывает всю ему жизнь все его проблемы все его несчастье и все его все что с ним произойдет и спрашивает ты согласен конечно согласен альманатка то есть именно с учетом все это я спускаюсь подписался в старый штаб претензий не мне не можете для этого спустился в этом для чего для того чтобы пройти все эти испытания все эти лишения все эти проблемы все тогда пожалуйста все же это все же все абсолютно все что человеком происходит поймите все что мы понимаем что это зло на самом деле это полное истинное добро никто не приведет ни одного ни одного примера что есть в этом мире зло сейчас все слушают говорю что да можно зачитать письма которые ва сколько зла в мире есть верно творите на войны и убийства насилия травмы и болезни и страдания крики что есть не надо далеко ходить а то что происходит иногда в наших семьях один другого травить другой труб обзывает это травмирует этого для люди кого-то там можно назвать это добро выше зло один друг убил убийство война как только мы слышим что кто-то убил для нас для нас это просто потрясает нас нет большего зла кто-то в этот момент вспомнил о том что кто-то дал ему жизнь вдруг дал жизнь вдруг убрал из жизни во сразу заметили претензии а вот тот факт что это жизнь пришла чё на вдруг должна была появиться снова снова если стенки той стенки той вопросов нету а если вы говорите что это от бога и вы сейчас претензии к богу значит вы не почему вспомнили о боге когда убрали этого человека а тогда когда он появился его душа в этот мир почему не вспомнили это не более потрясающее событие чем его смерть рождение если только подумаем рождение это более более удивительное событие чем смерть смерти этого пожалуйста все распадается а вот появление жизни вау дали нам жизнь погиб в двадцатилетний молодым страшное дело для всех это самое страшное что есть а то что он 20 лет пожил это как будто раз как будто ну это это положено это ясно очевидно да что он должен был то есть приписываем себе то что вообще от нас не зависит к фуэту ва не можем не благодарны и не видим и не ощущаем и не понимаем кто нам дал все это одни претензии и не понимает то что тот факт что мы в таком месте родились и такое мы испытали и наша душа прошла войну не знаю какие-то лишения страдания невероятные какие-то испытания потому что эта душа она по плану которого мы не знаем это тот ее путь конкретный который ведет ее в цели не в этом мире грядущими тогда все становится понятно все зависит от меры упования все зависит от мира упования мир упования это самая центральная часть это конкретно уже я живу жизнью еврейской религиозной не знаю назовите как или нет с каким ощущением есть простая проверка давай посмотрим насколько ты доволен своей жизнью не доволен своим положением имеется ввиду в этом мире да имеется ввиду своим материальным положением отношениям в общем а положением в обществе экономическим положением все что связано я знаю не имеется ввиду духовным уровнем духовном уровне мы должны все время все время наоборот чтобы у нас было называется кенад софрим чтобы у нас была зависть нас нами двигала в отношению другим людям мы видим что кто-то встает утром может стать 6 я тоже смогу он сидит мнение 4 часа подряд не встает я тоже смогу наоборот тут наоборот нужно на все время что все на что-то подстегивала чтобы что-то заставляла что мы были до могли в области духовной недовольны во всем остальном во всем остальном это вообще и не от меня зависит и бог знает лучше что мне хорошо он знает лучше что такая жена это лучше для меня вот такой муж вот такой какой он есть самый лучший мы просто не сознаем мы бунтуем мы все время хотим свое свое мнение свое понимание я лучше знаю что мне хорошо разрешите или есть бог нет бог по видимо если он всемогущий любит нас то по видимо и хочет нам дать все что мы только лучшее что есть по видимо он знает лучше что нам хорошо значит все что мы получили самое лучшее что для моей роли в этом мире есть не может быть лучше человек тогда должен что сделать и как мы говорили человек уповающий а приходит у него что спокойствие души он прекращает вот это вечное состояние нерва все время недовольство все время хмур все время какой-то озлоблено какой-то раздраженный какой-то возвращается к нему целыми луки он возвращается человеческий облик может жить нормальной духовной жизни все меняется видите как это надо быть довольны всем что у нас есть все самое лучшее что у нас есть есть машина нет машины вообще сколько тебя проблем если бы сэкономить есть дети водяки нет детей прекрасно не где выруха шем что нет детей я с женой отлично без жены вообще хорошо это это счастье вот то что у меня есть сейчас это лучшее положение которое может быть перескажите так что теперь вообще вообще получается какой-то фатализм или назовите это или еще есть много человеческая мысль уже много все это проработала все эти схемы это вообще выглядит вот мы сейчас сейчас скажем еще следующее да вообще следующий уровень для нас вообще недостижим и что такое в настоящий упование вообще куда мы стремимся самый высший уровень который есть а ну давайте его и разберем не вернемся снова к этому пониманию может быть это на самом деле какой-то самообман это когда-то загесте это какое-то самоубеждение пустое сейчас разберем когда понимание его путей божественных укрепится еще более еще более выше ступень и он познает цель творения своего и прихода своего в этот временный мир и постигнет величие нового мира мира вечного он проникнется отвращением к этому миру его материальным делами придаст себя мысли свою душу и тело богу благословенному это не для нас это уровень пророков уровень исключительных личностей пребывая в одиночестве такой человек находит отраду воспоминания нем и тягостно ему без размышления величие его а когда он среди людей все желание его его быть угодным лишь богу и тяску и душа его лишь о том чтобы приблизиться к нему и радость от любви его властвует над ним более чем радость и от удовольствие этого мира над людьми и преданными этому миру и чем радость от ожидания наслаждения будущего мира над ожидающим их и это высшая ступень в уповании на бога для чистейших избранников его среди пророков и благочестивых вот тут уже то что мы сказали даже не хочется повторять за это самый такой уровень который дано нас это это еще это самый высочайший уровень который есть как это все понять как это все часто что человек свою судьбу как бы цель дает самотек ну вот на работу не приняли отлично не приняли на работу приняли отлично что приняли жена ушла отлично пришла тоже хорошо вернулась тоже короче снова это это совершенно не исключает и исключает желание идти по правильному пути как у нас написано и желать чтобы у меня были самые лучшие отношения с женой что я должен стараться для этого это моя обязанность и так далее но если в результате этого она ушла после всего ну значит нужно я не упаду в уморок это не парализует моей жизни я не перестану функционировать я не буду лежать в прострации или наоборот муж ушел или еще что-то ли уволили с работы кто-то не дай бог умер семье или так далее бог дал бог забрал будь была славянина первый взгляд это кажется какой-то может быть по покажет сказать фатализм может показаться что это вообще что-то типа они не оценят его мира что называют вообще кита это не не все все хорошо все хорошо что все хорошо что все хорошо кто сказал что будет хорошо люди говорят будет плохо теперь обратите внимание обратите внимание есть такое понятие до психологии autos и гости autos и гости это значит что самовнушение по-русски самовнушение о том что человек внушит смотрите все хорошо чем больше будешь внушать себе что хорошо легче типа будет жить теперь кто этот успеть но мы же понимаем что это плохо только что мы делаем мы внушаем себе что это хорошо вот это вот это фаталисты вот это люди которые без головы это просто но это какая-то вот техника некая которая давайте это сказать отключи голову а ну иди по моему методике и диплом и методике и тебе будет легче это не наш путь вы обратили внимание о том что ступень за ступенью что мы разбираем условия чего все вертится вокруг чего насколько мы сможем разумом понять осознать величие всевышнего чем больше человек понимает тем больше он продвигается по ступеням вы понимаете чем больше он осознает величие видит его всех местах разбирается учит это 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 рациональный путь который приходит к как и логическому выводу о том что все хорошо в мире и нет зла в этом мире это не просто так о том что вот вот смотрите закрою глаза и решу что все хорошо так будет все хорошо как сейчас говорят думайте хорошо будет хорошо верно но только они это делают как бы они даже не знают на какой базе не это делать этим искал что будет хорошо по твоему и голове у тебя в твоей голове там мы это ты же решаешь что хорошо что плохо не получится когда человек понимает осознает всем сердцем величие всевышнего любовь к нам его всемогущество все вопросы решены тогда она делает осознанно рационально это совершенно другой поступок это холодный расчет все зависит от меры насколько разум он может развиться вот мы его построили грудной ребенок маленький ребенок там еще вовсе еще больше больше постепенно созревает постепенно понимает насколько созревает его нас это рациональное решение мы с вами перечислили один за другим ступени что есть упование на всевышнем и вот завершает рубейну бахи врата четвертые врата упования вот его последние слова говорит он так таковы десять ступеней в уповании он их не перечислял он точно не указал где эти десять но откуда он знает что десять таких что полагающихся на бога непременно находится на одном из них намек на этом мы находим также святом писание в десяти словах его относящихся к пониманию упование и соответствующих десяти описанием ступеней и дальше он перечисляет эти десять ступеней интересно что переводчик очень разумно не взялся на себя это переводить действительно это практически и неподсильная работа мы знаем что язык который это язык очень точный и только зная корень слова можно понять что за ним кроется а перевод это всегда только одна из сторон этого слова наши слова они всегда многозначны поэтому невозможно это перевести озвучу для тех кто знает иврит чтобы хотя бы не услышали это мефтах миша антиква махасе тухелет хикуй смеха север мисад хесель десять ступеней которые нашли то есть он из того по той причине что 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 в нашем святых писаниях есть десять описаний качества упования сделал выбор бейну бахи что есть десять ступеней и вот он описал один за другим эти 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 ступени так пусть же поместит нас бог в милости своей среди тех кто полагается на него кто полагает кто предает себя его суду в открытом и в сокрытом аминь так заканчивает свою четвертую главу рыбейна бахи а мы с вами уже уже много месяцев занимаемся много занятий у нас было по этой теме и это самое мы говорили снова повторим центральная тема завершается она ясным построением ступеней осознания всесилия всевышнего любви его к нам желание сделать нам добро согласно этому и мера упования есть эти десять ступеней меры упования на него каждый из нас может теперь более не менее найти себя на одной из этих ступеней согласно этому понять что делать дальше естественно с условием что он никогда не захочет заскочить через ступень надо помнить всегда духовное правило которое сам творец установил на то что подъем всегда должен быть постепенный нельзя прыгать через ступеньки иначе потеряешь все что дорогие друзья мы с вами завершили с Божьей помощью очень важную главу врата четвертые врата упования начнем в следующий раз и уже новые врата врата пятые тоже необыкновенно важные которые уже входят уже больше в детали того что мы называем служение всевышнего а пока остановимся тут всего доброго привет из Русалима врата врата